Девушки отдыхают Вов, у меня будет, знаешь, какой вопрос? Почему именно выбрали Сяву для начала сезона, или это за травочка? Скажу честно, что Сява это не был таким признаменованием третья клубного сезона. Оно будет чуть позже, точнее, в следующую субботу, о чем чуть позже расскажу. Сяв в свое время просто рвал все колонки, плееры, кассетные, магнитные. Где девятки-восьмерки? Девятки-восьмерки. Действительно, это неординарная личность. Это очень умный человек с двумя или тремя высшими образованиями, могу ошибиться. Филологическими, между прочим. Вот, это очень интереснейший человек, отличный артист, который может превоплощаться просто моментально. Да, из Сявы просто очень умного Вячеслава. Вот, на самом деле, ты был наверху, увидел, как он рвал танцпол. Действительно, я думаю, что это успех. Вот, а по поводу, действительно, открытия клубного сезона, всех приглашаем вас, в том числе, 14 сентября. Вот, действительно, это будет официальное открытие клубного сезона 2013-2014. Вот, а специальными гостями, хедлайнерами этой ночи будут небезызвестный MC Шайон. Ну, точнее, больше, скажем, самый известный крутой MC по советскому пространству. И не менее известный DJ Йорк. Скажите, пожалуйста, вообще, вот сейчас, в данный момент времени, да, больше упор на что ты делаешь? Больше упор делаем на развитие своего нового, новоиспеченного лейбла, который называется AD, пишется он как ад, переводится как ассоциация добро. Сейчас больше хотим показать каких-то новых артистов, привлекаем молодежь, которые, как нам кажется, интересные ребята, которые уже каким-то образом где-то как-то состоялись, пытаемся с ними сотрудничать, как с музыкантами, артистами, там может быть кто угодно, художники, актеры, и просто интересные люди, которые интересно рассуждают. Мы просто делаем такой клуб по интересам, собираем некую такую тусовку, и называется это все AD Group, AD Production, там ребята знакомятся, создают что-то совместное, какие-то коллаборейшн, и тут же у нас есть замечательная площадка, где мы это все как-то будем показывать и представлять. На самом деле мы сейчас на начальном таком этапе, но стремимся мы вот именно к тому, чтобы создать какую-то такую новую тусовку. Не хотелось ли выйти, вообще выбросить этот, может быть, даже этот образ, и сделать образ немножко ближе ко всем хип-коп-исполнителям, которые у нас сейчас есть? Ну, так по-другому немножко все это начать делать. Да, я не отрицаю ничего, то есть я привык все делать по-настоящему, то есть я не буду браться за проект на потребу публики. Я возьмусь за проект только тогда, когда мне реально будет что-то как бы интересное, что-то сказать, и если я буду четко понимать, что это за проект, да, то есть, а делать проект для того, чтобы его просто сделать, ну, это немножко не моя тема. Последнее видео, да, было про пробки, все остальное ждет, еще что-нибудь новенькое. Да, сейчас буквально скоро выйдет моя совместная работа с как раз новым артистом, с которым мы сейчас общаемся, очень плотно о Рептар, Кирилл, сейчас у нас будет такой сингл, который будет называться Добрый вечер, как раз в таком немножко старом стиле, в котором Сява появился, такой немножко грязный, я думаю, что на моих старых поклонников он приколит. Сейчас еще готовлю сингл, который будет называться, пока нет названия, ну, короче, про синоптиков, про то, что они надоели, не знаешь, как одеваться. Как вообще сейчас? То есть ты движешься полностью обитаешь в Москве? Да, переехал с ребятами, перевез парней, подтянул и Сережу, и Илью, то есть наш продакшен, он остался тем же составом, который и был. открыли клуб, который называется «Севкобурка», доделали студию, все прекрасно. Не разъедает? Да нет, не разъедает. Нет, были какие-то, ну, бывает, конечно, сложный момент, но со всеми справляемся. Как вот думаешь ты вообще по своим планам? А сколько еще у тебя? Не хочешь вообще просто уйти и вот заниматься именно вот этим? Продюсирование? Да, продюсирование и все. Но нет, на самом деле, я чувствую, что… Двигатель еще есть? Есть двигатель, да, есть к чему стремиться. Я как бы абсолютно не стесняюсь как бы ни каких-то там возрастных как бы ограничений, да, то есть некоторые музыканты себе говорят, что ну все, там вроде как 30, там надо уходить, там 40 надо уходить. Зачем? Надо все время находиться в поиске себя, нужно всегда находиться на волне развития, то есть находить новые грани, как бы, и достигать какого-то нового уровня. Короче, идти к успеху. Все, Баля, ладно, спасибо тебе огромное. Да, не за что. Все. И поехали. Геометрия ТВ даже работает в дождик. Сегодня затравочка перед новым клубным сезоном в клубе «Зеркало». Выступает Вячеслав Хохалкин. Ах ты, сука-то, мимо-то проезжаешь, а? Собственно, все, хватит. Ну, типа быдло там, все дела. Все, хорошо? Понятно, да?